Пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Требования об остановке он проигнорировал, а через некоторое время во дворах ДНТ Харгана бросил иномарку и попытался бежать. Нарушителем оказался 39-летний мужчина в состоянии алкогольного пьянения. Результат освидетельствам показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе 1,19 мг на литр. У мужчины отобрали права и составили административный протокол. Водитель сбежал с места ДТП, бросив жену и ребенка. Авария произошла в выходные в Кижингинском районе. Автомобилист не справился с управлением. Машина вылетела с проезжей части и слетела в кювет. После мужчина скрылся с места ДТП. В результате ДТП его 27-летняя жена и годовалый сын получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. Стоит отметить, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий на следующий день мужчина был задержан. В Бичурском районе перевернулся внедорожник. Водитель и 38-летний пассажир получили травмы. Рыбак обнаружил на берегу Уды снаряд. Мужчина сразу же вызвал на место правоохранителей. Сотрудники группы разминирования в ходе обследования установили, что найденный предмет является 122-мм артиллерийским выстрелом со следами коррозии. Находку отправили на утилизацию. В Муйском районе локализовали сложный пожар. Он вспыхнул 30 сентября из-за неосторожного обращения с огнем. На тушении работали 17 пожарных десантников. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 45 гектаров. Из них 30 – не лесная. Сложность тушения составляла труднодоступная местность с каменистыми россыпями. Крутизна склона 50 градусов. На утро 2 октября новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано. 2 октября в Джидинском районе загорелся жилой дом. Когда приехали пожарные, огонь охватил веранду. В результате пожара сгорела деревянная веранда на площади 21 квадратный метр. По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрической проводки. Пострадавших нет.